Второй раунд консультаций в формате 5 плюс 2 должен был состояться еще в начале апреля. Но из-за невыполненных Кишиневым обязательств по отмене ряда экономических ограничений Приднестровская сторона попросила о переносе заседания. Позже Молдова отменила акцизный сбор и еще ряд налогов, которыми облагались приднестровские предприятия. Поэтому очередное заседание постоянного совещания состоится уже в ближайшие недели. Тем не менее в Тирасполе считают, что на достигнутом останавливаться не стоит. Своей главной целью для приднестровской делегации я вижу все же достижение решений по снятию ограничений. И речь идет о взаимных ограничениях в торговле, что сегодня приобретает особую остроту ведь не только для Приднестровья, но и для Молдовы и для развития экономических процессов в целом регионе. На встрече отметили, экономическая ситуация в регионе ухудшается. Происходит это в том числе из-за множества неурегулированных вопросов между Приднестровьем и Молдовой. Именно поэтому в Тирасполе акцентируют внимание на экономических проблемах. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ отметил позитивную атмосферу, в которой проходит подготовка и выразил надежду, что она сохранится и в ходе переговора в Вене. Основная цель визита – выслушать озабоченность моих друзей в Тирасполе и Кишиневе. Их основные проблемы с тем, чтобы наш раунд был более успешным и, возможно, принес позитивные плоды. Несмотря на общий позитивный фон, сегодня говорили и о негативных проявлениях. Кишинев продолжает практику принудительного документирования граждан Приднестровья. В отношении некоторых представителей органов власти республики в Молдове возбуждены уголовные дела. В МИДе считают подобные действия молдавской стороны нелогичными. Благодаря одностороннему позитивному решению Приднестровского правительства, сегодня 15 дубосарских молдавских фермеров смогли продолжить пользование землей в Дубосарском районе на льготных условиях в рамках особого режима, который был им предоставлен. К сожалению, это не разрешило в целом проблему, но таким является осознанный конструктивный шаг Приднестровской стороны. Уже завтра Радой Кабагоевич проведет аналогичную встречу с главным молдавским переговорщиком Евгением Карповым. После этого ОБСЕ приступит к формированию повестки дня предстоящего раунда консультаций.